Добрый день дорогие друзья, с вами снова Rush vs Carnage и в этом выпуске я расскажу вам о самом худшем и одновременно с этим самым лучшим из когда-либо выходивших аниме файтингов, а именно об игре под названием Jump Force. Какие детали в этом файтинге я считаю самыми худшими, а какие самыми лучшими, вы узнаете в этом видео, поэтому присаживайтесь поудобнее, погнали! И первое, что вы должны знать, так это то, что 7 февраля 2022 года компания Namco Bandai закрыла Jump Force и сняла его с продажи, поэтому как-то купить игру или найти ее легальным способом практически невозможно. И свои впечатления я сформировал на основе версии 2024 года, то есть с учетом отсутствия большинства сетевых функций. Для начала давайте рассмотрим самые худшие элементы игры. Первое, что нам бросается в глаза, это абсолютно пластмассовая графика и убогие анимации. Я конечно понимаю, что игра пытается сочетать в себе множество аниме-вселенных, и было бы сложно придумать какой-либо общий стиль для всех, так чтобы персонажи не потеряли своей аутентичности, но то, что сделали разработчики с графикой, это просто тихий аниме-ужас. И сейчас я говорю не столько о спецэффектах, которые сделаны более-менее сдобно, сколько о самих моделях персонажей. Мало того, что они выглядят как будто слепленные из пластилина, так еще и анимированы они почти как куклы в кукольном театре. В сюжетном режиме игры во многих сценах у них всего по одной-две анимации, а в некоторых моментах анимации вовсе нет. К слову говоря о сюжете, раз уж мы о нем начали, если вы прошли игру один раз и хотите его перепройти, то у вас ничего не получится. Разработчики не предусмотрели функцию начала новой игры или перепрохождения, то есть увидеть и поиграть сюжетку можно только удалив все данные о сохраненных играх с консоли и начать ее заново. Чем я вам крайне не рекомендую заниматься, так как сюжет представляет из себя ужасно анимированный, отвратительно прорисованный набор типичных клише аниме сенонов, в центре которого стоит наш герой ноунейм, то есть персонаж, которого вы сгенерировали в редакторе в самом начале. А вокруг него будет разворачиваться тонна однообразных плаев и нудного гринда. И так будет продолжаться до начала упорных тренировок, победа силы дружбы и командные работы. Что же касается других элементов, например звука и музыки, то тут всего 3-4 композиции, которые ничем не запоминаются, они повторяются всю игру и во время боя просто затмеваются звуком различных спецэффектов. А вот с озвучкой здесь настоящие проблемы, она то есть, то ее нет, некоторые сцены озвучены, а в некоторых ты просто читаешь текст снизу на экране. В общем, как вы могли понять, внутри одиночного режима графики и анимации особо здесь нет, музыки тоже, но и из этого следует, что такие вещи как постановка и режиссерская работа вышли из чата и возможно даже туда не заходили. Все это усугублялось также технической частью проекта. На PS4 и на PS5 игра идет в 30 фпс, и несмотря на скудную графику, она каким-то образом умудряется тормозить и фризить в некоторых местах, особенно это видно в хабе и в некоторых сюжетных моментах. Также здесь какое-то нереальное количество загрузок, буквально почти перед и после каждого действия, отчего после первых уже 30 минут ты ощущаешь нереальное раздражение, ибо грузиться и лагать, судя по внешнему виду и наполнению, тут нечему. И теперь мы плавно переходим от негативного к позитивному. Единственные два момента, которые скрашивают ужас от одиночного режима, это неплохо прорисованные спецэффекты и красочная, глубокая и разнообразная боевая система. Тут есть целых 4 спецприема, включая ультимейт, возможность менять персонажа, пробуждение и как минимум 3 способа уйти от атаки. Ей удается успешно совмещать элементы Наруто, Драгонбола и других аниме файтингов. В целом, благодаря этому, бои в Джамфорсе проходят достаточно комплексно и интересно. Но для того, чтобы боевка раскрылась полностью, нужно обязательно идти в онлайн. И говоря об онлайне, я бы хотел отметить, что несмотря на то, что в 2022 году игру сняли с продажи и ограничили множество ее сетевых функций, в нее как играло огромное количество человек, так и играет до сих пор. У нее самый быстрый поиск в истории аниме файтингов. По своей скорости он мог бы сравниться даже с недавно вышедшим Dragon Ball Sparking Zero. Ко всему прочему, за 3 часа проведенных в онлайне, мне не попался ни один лагучий игрок. Во время боев я не ощущал дилея или импут лага перед нажатиями. Как разработчикам удалось добиться такого крайне стабильно работающего надкода для меня остается загадкой. Однако, факт остается фактом, играть в Jump Force по сети крайне приятно и комфортно. По этой причине, а также потому, что игра не растеряла игроков спустя 5 лет, я могу назвать ее одной из самых лучших игр в онлайне среди всех аниме файтингов. Итак, худшее мы с вами уже назвали, лучшее тоже, давайте переходить к каким-то итогам. Jump Force оставляет после себя достаточно смешанные впечатления, рекомендовать ее к ознакомлению в 2024 году я однозначно не могу. Однако, она является ярким примером того, как большая фан-база, хорошая боевая система и стабильно работающая онлайн, могут долгое время держать игру на плаву. Если бы она была бы так же хороша и в других своих элементах, возможно, до закрытия бы даже и не дошло. А на этом на сегодня все, с вами был Rush vs Carnage, до новых выпусков, пока ребята!